Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и сейчас у биткоина одна из лучших ситуаций за последние годы. Если бы мне кто-то сказал об этом в 2018 году, я бы никогда не поверил. Но это происходит прямо сейчас. Китай и европейские страны включаются в биткоин-гонку с Соединенными Штатами после того, как только что избранные прокриптовалютные политики во многих штатах обращаются к криптоспециалистам за помощью в создании стратегического биткоин-резерва. Давай разбираться, что происходит, но не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо за поддержку. И помни, это не финансовый совет, а всего лишь вся самая важная публичная информация в интернете, собранная в одном видео. Итак, ФРС США ожидаемо снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, что привело к скачку биткоина выше 77 тысяч долларов. Это новый исторический пик. И, кстати говоря, Банк Англии тоже в очередной раз снизил ставку. Тесла на этом фоне растет и выросла уже на 55% за последние 2 недели. Солана достигла 200 долларов и даже Кардана растет. А пара Эфириум по отношению к биткоину, похоже, наконец достигает своего дна, по словам Бенджамина Коэна. Эфириум это еще один пример того, как ненавидимая семья криптовалюта внезапно начинает расти. На этом фоне сообщается, что BlackRock удваивает свою ставку на биткоин, пока он еще не взлетел до 100 тысяч долларов за монету. И это видно по их покупкам. Мы наблюдаем самый рекордный приток денег в спотовый биткоин ETF от BlackRock за все время, за последние 10 месяцев. А именно столько существует этот спотовый ETF. И мы видим, что инвесторы не спешат реализовывать прибыли на биткоине, а значит они ожидают более высоких цен. В том числе и инвесторы в спотовый биткоин ETF от BlackRock. Но что еще интереснее, так это вот этот график. Это биткоин по отношению к граммам золота. И в отличие от графика биткоина по отношению к доллару мы видим, что биткоин до сих пор не достиг исторического пика прошлого бычьего рынка. А это означает, что нас впереди ожидают гораздо более интересные времена, чем могло показаться. Ведь прямо сейчас за один биткоин дают 28,6 унций золота. Но в ноябре 2021 года, когда был предыдущий исторический пик в прошлом цикле, давали 37 унций за один биткоин. Таким образом, сегодняшняя цена биткоина составляет всего 77% от предыдущего исторического пика. То есть, для того, чтобы осмысленно говорить про достижение нового исторического пика, нам нужно говорить о цене 98 946 долларов. Кроме этого, сюда нужно учитывать и 20% инфляцию за последние три года в долларах США. Биткоин сейчас вырос на 10% от исторического пика цены в долларах на прошлом цикле, а инфляция с тех пор выросла на 20. Таким образом, мы понимаем, что текущее значение цены немного обманчиво. Если его выражать, например, в унциях золота, мы понимаем, что мы до сих пор не достигли нового рекорда цены. Том Ли говорит, что к концу этого года биткоин достигнет шестизначной отметки. Многие перепутали его прогноз и говорят о 150 тысячах долларах. На самом деле, он говорил о том, что цена будет состоять из шести цифр, а это минимум 100 тысяч долларов. Но что еще более интересно, так это то, что он говорил о том, что биткоин может стать резервным активом казначейства США, что может помочь США решить проблему дефицита. Это то же самое, что говорили Роберт Ф. Кеннеди-младший и то же самое, что говорил Трамп на биткоин-конференции 2024. Вслед за Томом и сенатор Синтия Ламис заявила, что принятие биткоин-резерва может сократить государственный долг США вдвое к 2045. Обрати внимание на эту диаграмму. В сентябре 2024 года казначейство США потратило 38 миллиардов долларов на выплату процентов по долгу. С начала года это уже 882 миллиарда долларов. Колоссальная сумма. И вот что интересно, если бы они потратили на биткоины сумму, эквивалентную выплате процентов за два месяца, всего лишь за два месяца, то со временем они смогли бы погасить весь государственный долг. Именно поэтому стратегический биткоин-резерв – это очевидный шаг для Соединенных Штатов Америки. Шумиха вокруг биткоин-резерва после победы Трампа усиливается настолько, что ее отголоски находят и на другом краю света – в Китае. Китайское центральное телевидение выпустило репортаж об обещании Трампа создать стратегический биткоин-резерв США. Теперь эта тема становится очень важной для многих стран, которые уже и так рассматривали биткоин как способ уйти от санкции или текущей долларовой финансовой системы. Но теперь это становится гонкой. Гонкой за тем, кто накопит больше биткоинов. Я не могу передать словами, насколько это важно. Мы также видим, что страны уже накапливают биткоин. В настоящее время у США более 200 тысяч биткоинов. Затем следует Китай, Великобритания, Украина. И список продолжается. В скором времени этот список будет огромен. После победы Трампа гонка за биткоин начинается. Понимаю, кому-то очень грустно из-за победы Трампа. В Норвегии люди даже обращаются к психологам, в основном женщины. Но пойми, для биткоина это лучший сценарий. И с 20 января, когда Трамп официально вступит в должность президента, это где-то через 75 дней, криптовалюту ожидает совершенно новая эра. До инаугурации остается около 75 дней, так что у Китая, России и других стран есть около 11 недель, чтобы опередить США в создании биткоин-резерва. Китай и Россия уже рассматривали возможность покупки биткоина, но теперь у них тикает таймер. 75 дней, 74, 73. Это заставит их поспешить. Видимо, и BlackRock тоже, потому что поток денег в биткоине ETF побил свой исторический рекорд. Даже 3000 остальных американских ETF вместе взятых не смогли показать такой же результат. Спутовый биткоин ETF от BlackRock теперь входит в топ-3 лучших в США. Это означает, что iBit от BlackRock достиг одного из самых высоких, если не самого высокого, притока средств за год среди всех американских ETF в этом году. iBit это не просто монстр, вроде Nasdaq или SPX. Это также очень дефицитный актив, что выгодно выделяет его на фоне остальных ETF. Спотовый биткоин ETF от BlackRock превзошел по объему активов в спотовый золотой ETF. Вот только золотой ETF был запущен в январе 2005, а биткоин ETF всего лишь 10 месяцев назад. То есть за 10 месяцев биткоин сделал все то, что золото делало 20 лет. Также и притоки в золотой спотовый ETF первый год после запуска гораздо-гораздо ниже. Я понимаю, что здесь нужно учитывать инфляцию доллара с тех пор, но превосходство настолько огромно, что возможно даже с учетом инфляции спотовый биткоин ETF все равно показал себя лучше, чем золотой. Это, кстати, означает, что недавний взрыв золота был спровоцирован покупками именно центральных банков, а розничные и институциональные инвесторы предпочитают покупать биткоин. Центральные банки еще не осознали до конца, что такое биткоин, но когда они поймут это, это будет настоящий взрыв. Мы увидим грандиозные зеленые свечи. Ликвидность тоже пребывает. Я стараюсь быть очень уравновешенным сейчас, я пытался найти плохие новости и не смог. Так что прошу прощения у медведей, которые плачут. Не беспокойтесь, ваше время тоже наступит. В скором времени мы обязательно увидим коррекцию. Например, процентов на 10, 15, 20 после достижения 80 тысяч долларов психологического уровня. Но вот срочная новость. Китай объявляет о программе рефинансирования долгов местных правительств на сумму 1,4 трлн долларов. Это масштабное вливание денег в экономику. Следующие 5-6 месяцев из-за этого будут иметь огромное значение для биткоина и криптовалюты. А еще США продолжают печатать. Долг растет до небес каждый день. И как мы видим, кроме того, что ФРС США понижает процентные ставки, они также начали снижать количество активов на своем балансе. Это означает, что они тоже начинают заливать систему ликвидностью. Направление долга очевидно. Так же, как и биткоина. Обрати внимание на этот пост. Это буквально дорожная карта биткоина на ближайшие годы. Во-первых, шок предложения биткоина, о котором мы много раз говорили. Во-вторых, инвесторы Уолл-стрит, а затем и розница, впадут в состояние ФОМа. В-третьих, биткоин обгонит золото. В-четвертых, страны начнут печатать деньги. Затем биткоин обгонит облигации, акции, недвижимость. Станет глобальной валютой и, наконец, достигнет 20 миллионов долларов за монету. Компания Fidelity, кстати, заявила, что в 2040-м биткоин может достичь отметки в 1,3 миллиарда долларов. Колоссальный прогноз. Даже прогноз Майкла Сейлора на этом фоне кажется более реалистичным о том, что биткоин будет стоить 13 миллионов долларов в 2045-м. Но есть и немного грустных новостей. Германия слила свои 50 тысяч биткоинов по 54 тысячи долларов за штуку. Теперь биткоин стоит 77 тысяч долларов, а значит, они потеряли больше миллиарда долларов. Ждем ФОМа у Германии. Синдром упущенной выгоды. Неужели они не слышали Трампа «Никогда не продавай свои биткоины»? Это Джоанна Катар, член немецкого парламента, которая призывала Германию не продавать биткоины. Но, конечно, они ее не послушали, а зря. Она мудрая женщина. Если США купят биткоины для своего стратегического резерва, то, думаю, все европейские страны впадут в состояние ФОМа. Не только европейские страны, но и страны по всей планете, добавлю я. По ее мнению, в мире незамедлительно возникнет международная глобальная ФОМа на очень дефицитный актив, коим является биткоин. Именно это видит и Ларри Финк из BlackRock, и именно поэтому он вступает в игру рано и активно. Забавно, ведь мы увидели это гораздо раньше Ларри Финка. И даже раньше Тима Кука из Apple, который три года назад заявил о том, что накапливает биткоины. Однако и я кое-что осознал, так же, как и Ларри Финк. В 2018 году я покупал биткоин, потому что хотел заработать денег. Сегодня я покупаю биткоин, потому что биткоин и есть настоящие деньги. Я не меняю твердую валюту на фиат. А немецкое правительство продает твердую валюту за фиат и теряет миллиард долларов с тех пор. Так что просто дай время своим победителям победить. Не знаю, связана ли продажа биткоинов за 54 тысячи долларов и потеря миллиарда долларов с этой новостью о том, что Шольц увольняет министра финансов через несколько часов после победы Трампа. Это приводит к тому, что правящая коалиция в Германии разваливается и грозят досрочные выборы. Далее, криптовалютная индустрия США потратила 135 миллионов долларов на поддержку 50 кандидатов на выборах 2024 года. На данный момент все, кроме двух, выиграли выборы. 48 из 50, которых поддержали криптокомпании, победили на выборах в Сенат и Палату представителей. Это очень круто. В будущем это поможет штатам, в которых эти кандидаты победили, принять стратегический биткоин-резерв. Они печатают так много денег, что даже если они просто возьмут 2% из этих денег, которые они печатают ежемесячно, и направят их в биткоин, это может сильно изменить ситуацию. И, конечно же, вызовет глобальная фома. Мы, ранние инвесторы, ничего не делаем. Просто сидим и смотрим. Ничего больше делать и не нужно. Сейчас наше время. Время тех, кто накапливал на медвежьем рынке, кто накапливал, когда все падало. Сейчас мы получаем свой праздник. Генеральный директор Американской ассоциации ценных бумаг, на минуточку, не криптовалютные ассоциации, призвал председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Гэнслера уйти в отставку. Вот что он написал. Народ проголосовал за то, чтобы эта страна выбрала новое направление. И председатель Гэнслер должен уважать это голосование и волю народа, и немедленно уйти со своего поста. Это единственный способ для американских рабочих семей, пенсионеров и представителей малого бизнеса восстановить доверие комиссии по ценным бумагам и биржам, потому что сейчас ей нельзя доверять. Гэри Гэнслер даже не может ответить на чертов вопрос, когда его прямо спрашивают. Увольнение Гэри Гэнслера будет на руку прежде всего таким криптовалютам, как биткоин, эфириум, солана и особенно эфириум. В целом для криптоиндустрии это увольнение станет большим облегчением. В Мичигане принимать биткоин Детройт стал крупнейшим городом США, который принял биткоин для уплаты налогов. Неплохая новость для принятия биткоина, но я думаю мало кто захочет отказаться от биткоина ради уплаты налогов. Никто не собирается отказываться от твердой валюты, чтобы заплатить налоги. Для этого лучше использовать фиат. Посмотри, что случилось с бедной Германией, которая использовала биткоин, они потеряли миллиард долларов всего за несколько месяцев. Должно быть им очень больно, раз Шольц даже уволил министра финансов. Наверняка это никак не связано с биткоином, кроме того, что и то, и то вертится в сфере финансов, но совпадение забавное, не так ли? Как бы то ни было, давай перейдем к графикам. Сегодня много интересных графиков, которые позволят нам заглянуть в будущее. Во-первых, месячная доходность биткоина. Эта отметка в 10% доходности за ноябрь уже устарела, так как биткоин вырос до 77 тысяч долларов, а значит доходность в ноябре уже явно больше 10%. И это только начало месяца. И помни, что на выходных обычно криптовалюта растет, и у нас есть ETF, которые рекордно покупают. Также интересно, что мы видим самый масштабный приток стейблкоинов на бирже за последнее время. Обычно стейблкоины переводят на бирже с одной лишь целью, чтобы купить криптовалюты. Так что, если тебя вдруг начнут названивать, знай, это Ларри Финк из BlackRock. Звонит с просьбой перевести ему твои биткоины. А это довольно крутой график от Econometric. Он говорит о том, что доходность биткоина после достижения исторического пика в два раза превышает обычную доходность. Это бычий сигнал. На ближайшие три месяца. Когда биткоин достигает новой рекордной цены, такой высокой, как сегодня, 77 тысяч долларов, он, как правило, начинает показывать гораздо лучшие результаты в последующие месяцы по сравнению с обычными. Математически это выглядит так. В среднем цена биткоина растет в два раза быстрее в течение трех месяцев после достижения нового пика. А типичный средний рост цены еще выше. И если история повторит эту закономерность после недавнего рекорда в виде нескольких исторических пиков подряд, мы легко сможем увидеть 100 тысяч долларов в начале 2025 или даже к концу этого года. И это тоже полностью совпадает с тем, что сказал Том Ли. Шестизначная цифра к концу этого года. Так что, думаю, мы близки к этой цели, которую преследуем с 2021 года. Однако это не финансовый совет, а всего лишь предположения, основанные на графиках и истории. Также, по мнению Аврелия Охайона, мы нацелились на 230 тысяч долларов. Учитывая все то, что происходит сейчас, сокращение предложения монет, денежные потоки ETF, которые просто умопомрачительны, такие цели теперь кажутся вполне возможными. Возьмем старую модель от плана B, Stock-to-Flow Ratio. Она прогнозирует цену биткоинов в 420 тысяч долларов уже в апреле 2025. Я думаю, что это не прогноз, а какая-то надежда автора. Но знаешь что? Модель Stock-to-Flow Ratio работает и для других активов. Я знаю, что биткоин отключается от других активов. И проблема заключается в том, что мир никогда не видел такого дефицитного актива. Так что мы даже не знаем, как все это будет происходить для биткоина. И поэтому будущее выглядит еще более интересным. А это график Bitcoin Realized Cap. Это индикатор, который учитывает реализованную капитализацию биткоина на момент последнего перемещения монет в сети. И мы можем видеть, что мы находимся в нижней части волны. А это означает, что вершины цикла пока еще не было. И многие люди говорят, что цене пора вернуться к 50 тысячам долларам. На самом деле, все еще достаточно много медведей, которые не верят в этот рост. Возможно, именно поэтому BlackRock удваивает ставку на биткоин. Когда ты добываешь биткоин как суверенное государство или крупная корпорация, ты явно не хочешь, чтобы кто-то об этом узнал. Поэтому ты просто берешь и тихо это делаешь. И удваиваешь свои позиции. Forbes сообщает об утечке информации, которая показала, что BlackRock тихо удваивает ставки на биткоин после того, как цена устремилась по направлению к отметке в 100 тысяч долларов. Также вчера у нас был самый большой приток VTF за всю их историю. Только BlackRock купила 14 тысяч 588 биткоинов за день. Эрик Балчунас пишет, что в целом спотовые биткоины ETF увидели приток в размере 1,4 миллиарда долларов вчера. Он называет это эффектом Трампа. За последний месяц спотовый биткоин ETF зашло 6,7 миллиарда долларов. С ума сойти. За один день 9 спотовых биткоин ETF купили более 18 тысяч биткоинов. Это в 40 раз больше, чем добывают майнеры в день. Среди майнеров, кстати, есть Эфиопия, Россия, Сальвадор и Бутан. Они не просто майнят, они накапливают то, что добыли. Учитывая это, дневная эмиссия еще меньше. Не 450 биткоинов, а возможно 250 биткоинов. Так что дефицит предложения налицо. Вспомни еще про планы микростратегии вложить более 40 миллиардов долларов в биткоин на протяжении следующих трех лет. Это будет покупательное давление в размере 38 миллионов долларов в день. Кроме этого, США планируют покупать по 550 биткоинов для своего стратегического биткоин резерва на протяжении 5 лет. Это суперогромные покупки для дневной эмиссии всего в несколько сотен монет. Даже на уровне 77 тысяч долларов за биткоин у него все еще какой-то невероятный набор факторов. Идеальный шторм, которого мы никогда раньше не видели. И это поражает сознание такого олдового биткоинера, как я. Меня зовут Бокатищи Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok